Друзья, всем привет! В этом видео у нас будет тест всей пиротехники, которую нам предоставил магазин фейерверков дядя Гриша. У нас её ни много ни мало, 14 разных видов. Есть как и самые маленькие, так и очень большие. Начнём от самых маленьких и слабых и закончим самыми большими, громкими и мощными. Всё это делать будем соблюдая правила безопасности. Я специально отошёл подальше от людей, чтобы случайно никого не задеть. Ну и первый на очереди у нас петарды Корсар 1. Поджигаем. Лично для меня первый Корсар довольно-таки тихий. Второй Корсар у нас должен быть немного погромче и помощнее. Вот, уже немного погромче. Идём далее. Как вы помните, третьего Корсара у нас два вида. Сейчас как раз-таки и проверим, в чём же отличие вот этого от вот этого. Ну или наоборот. Будем взрывать сначала вот этот третий Корсар, а потом вот этот. Ну теперь я понял. Корсар 3А взрывается два раза. Следующие на очереди у нас петарды Корсар 4А. Ну по идее они должны быть реально мощнее всех предыдущих петард. Как оказалось, Корсар 4А также взрывается два раза. Как вы помните, у нас есть вот такой вот целый пакет пиратки К12-04. Сейчас проверим, мощнее ли она Корсара 4А. Поджигаем. Да, сразу слышно различие между Корсар 4А и К12-04. Она взрывается прям уже реально громко и мощно. Далее у нас идут вот такие вот петарды Корсар 5. У нас их тут 6 штук. Сейчас их протестируем. Поджигаем. Наверное, начиная с четвёртого Корсара взрывы стали реально мощнее. И за пятым Корсаром у нас идут петарды Корсар 6. Вот они. Они у нас уже немного больше. Также у нас есть ещё вот такие вот петарды. Это Соловей-Разбойник К12-06. Они у нас фитильные. И сейчас мы их протестируем. Далее у нас идут петарды Корсар 8. К0-2-0-8. Они у нас уже реально здоровы. Давайте их протестируем. Вот это да! Если от прошлых петард я отходил метров на 10, то сейчас я отбежал, наверное, метров на 25. И возле меня просто проскочил кусок гипса. Поэтому будьте осторожны и уходите как можно дальше. Далее у нас петарды треуголка К12-08. Вот такие вот треугольнички. И сейчас мы их протестируем. Не, ну это, конечно же, довольно-таки громко и мощно. Но всё равно слабее, чем Корсар 8. Вслед за треуголкой у нас идёт вот такая вот петарда Супер Динамит К12-07. Она довольно-таки большая. И здесь вот такой вот толстенький фитиль. Не буду рисковать, поэтому отбегу как можно дальше. Знаете, ребят, сейчас я подумал, что камера всё-таки приглушит звук. Но на самом деле они реально взрываются очень громко. Вслед за Супер Динамитом у нас идут вот такие вот петарды Пиратка. К12-11. Капец, ребят, на данный момент это самая мощная петарда из тех петард, которые мы взорвали. От неё даже осталась небольшая воронка. Ну и последнее, что мы взорвём в этом видео, это вот такие вот петарды Мегабомба К12-13. По идее, это должны быть самые мощные петарды, которые у нас есть. У них вот такой вот толстенький фитиль. Капец, ребят, это был самый мощный взрыв из всех взрывов, которые у нас сегодня были. Давайте я покажу все воронки, которые остались после нас. Это вот такая вот вороночка. Далее идёт вот такая вот поменьше. Вот вороночка, вот. Вот уже чуть-чуть побольше. Вот вороночка, вот воронка, вот воронка. Вот это самая большая воронка от самой мощной петарды. И вот ещё одна воронка. Это от предпоследней Мегапиратки. Ребят, вы сами всё видели и слышали. Возможно, камера, как обычно, приглушит звук, но взрывы были реально очень мощные. Особенно, наверное, последние пять. Огромное спасибо магазину фейерверков Дядя Гриша за то, что предоставили нам вот эти вот очень мощные петарды. Ссылочка на магазин и группу фейерверков Дядя Гриша будет в описании. Ну а с вами был Самодельный Крут. Пожалуйста, поставьте этому видео лайк. Подпишитесь на канал, если не подписаны. Пишите крутейшие комментарии и делитесь этим видео со своими друзьями. Новый год уже совсем близко. Всем по КамАЗу пиротехники. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok